Good afternoon, dear students! Today we are talking about grammar, the verb to be. Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы поговорим о самом главном глаголе английского языка, о глаголе to be. Если разобраться с этим глаголом прямо здесь и сейчас, грамматика английского языка для вас не составит труда. Однако, если этот глагол не разобрать, тогда грамматика английского языка может превратиться в снежный ком непонимания, к сожалению. Но, что радует разобраться с ним? Не так сложно его реально понять и работать с ним. Мы попробуем не только разобраться с глаголом to be в плане грамматики, мы будем его пробовать слышать, пробовать употреблять. Поэтому в наш сегодняшний урок входит не только объяснение, но и аудирование, и применение глагола to be. Okay, I think that you are ready, so let's start. Ну что же, сперва давайте разберемся, что же обозначает глагол to be и для чего мы его используем. Дело в том, что давно-давно в русском языке тоже мы использовали этот глагол. Царь Иван Грозный говорит, «Аз есмь царь, я являюсь царем». Затем из русского языка в настоящем времени глагол to be ушел. Он остался в будущем, «я буду царем», «я буду умным», «я буду добрым». И в прошедшем времени «я был красивым», «я был богатым», «я был умным». А вот в настоящем времени мы его не говорим, мы просто говорим «я богат», «я красив», «я умен» и так далее. Англичане же его оставили и пользуются активно этим глаголом. Итак, значит, мы с вами подошли уже к его использованию. Мы используем глагол to be, чтобы описать кого-то или что-то. То есть мы описываем себя, другого человека, какой-то предмет. Действия в этом предложении нет. Нам не важно, что делает этот человек. Нам важно, какой он. Итак, кто-то кем-то или каким-то является. Или второе его значение – кто-то где-то находится. Стол является деревянным, дверь является металлической, я являюсь хорошим, они являются русскими. Как бы, да, они же, это их состояние, они являются, они есть русские. Кот является голодным и так далее. По-русски, конечно, мы не говорим. Мы просто говорим «они русские, кот голодный» и так далее. Или кто-то где-то находится. Я нахожусь в саду, они находятся в кабинете. Мы находимся в России и так далее. Думаю, с этим понятно. Теперь давайте смотреть по его образованию, а именно форм. То есть как его, в принципе, употреблять в предложении, чтобы было понятно. Итак, глагол to be существует в трех формах. Когда мы говорим с детьми на уроках, мы говорим, что у него такие вот три платья, три формы. От чего зависят эти формы, как он их меняет? А меняет он их в зависимости от того, рядом с каким местоимением становится рядом. Well, the first I – я. I am – я являюсь. То есть определенная форма глагола to be am становится только с I. I am. Нельзя сказать ни с кем больше. Для себя любимого отдельная форма. Please, let's look at the prince. Маленький принц, посмотрите. I am beautiful because I am brave. Я являюсь красивым, потому что я являюсь храбрым. Ну, вот так говорит маленький принц. Well, another form is is. Как раз она и является is. Она для кого нужна у нас? Для тех, кто по одному. Это she – она, he – он, it. It – это предмет. Некоторые ошибочно говорят, что it – это всего лишь это. Нет. It – это любой предмет или животное. Кто-то один, но не человек. То есть it – it is a chair, стул. Да? Вот это стул, он, it. А если я, например, скажу it is black, подразумевая сковородку, то на русский язык мы будем переводить, как она, сковородка. Но, в общем, любой предмет или животное, но в единственном числе. Вот. Для них нужен is. Are, как вы уже догадались, нам нужно для множественного числа. Смотрите, you существует сейчас в двух вариантах, но в основном это вы. То есть англичане со всеми на вы. Есть определенная форма ты, она существует только в Библии. Нам она сейчас не нужна. Поэтому мы просто говорим you are – вы являетесь. Подразумевая и одного человека на вы или много. We are – мы являемся. И последнее – they are – они являются. Вот такие вот формы. Их нужно просто потренировать, чтобы не было путаницы, и проговорить. I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Чтобы вы привыкли. Проговорите вслух это, чтобы запомнить и уже не путаться в устной речи. Окей, go next. Посмотрите, еще раз на табличку. Полная форма. I am, you are, she, he, she, it is, we are, you are, they are. И короткая форма. Зачем она нужна? Короткая форма нужна для устной речи. Короткая форма нужна просто для того, чтобы быстрее все это сказать. У нас уходит гласный, и вместо гласного становится апостроф. I am, you are, has, she is, it's, we are, you are. You are, they are. Вот она, да, один гласный ушел, сюда стал апостроф. Negative форм – отрицание. Итак, чтобы сделать отрицание с глаголом to be и сказать, что я кем-то не являюсь или что-то чем-то не является, нам нужна частичка not. Частичка not не самостоятельная. Она делает отрицание, но она всегда хочет кому-то приклеиться, к чему-то. Здесь у нас сильный глагол to be. Вот она к нему и приклеивается. Посмотрите. I am not, я не являюсь. You are not, вы не являетесь. He is not, он не является. She is not, она не является. И так далее. We are not, you are not, they are not. Повторяется два раза. Для слова ты и для слова вы множество на единственное число, но оно не меняется, как мы с вами сказали. Для всех одинаково. И короткая форма. Короткая форма – это частичка not, так-так хочет близко подойти к глаголу to be, что ради этого отдает свой гласный о, и вместо него остается апостроф. You aren't, he isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Единственная форма, где частица not никак не может влипнуть в глагол to be, это I am not. Его надо запомнить. Чтобы сделать вопрос. Чтобы сделать вопрос, мы должны вытащить на первое место глагол to be. То есть у меня было I am, а стало am I. Было you are, стало are you. Было he is, а стало is he. Это для того, чтобы сделать вопрос. Такая штука называется вопросительная инверсия. То есть мы берем to be и просто его вытаскиваем на первое место. I am Russian. Я русский. I am not Russian. Я не русский. Am I Russian? Я русский. Ну и голос сверхподнимаем, чтобы сделать вопросительную интонацию. You are a doctor. Вы являетесь доктором. You are not a doctor. Вы не являетесь доктором. Are you a doctor? Вы являетесь доктором. She is a manager. Она является менеджером. She isn't a manager. Она не является менеджером. Is she a manager? Она является менеджером. Ну что же, мы разобрались с вами с теорией. Теперь пора переходить к упражнению. Упражнение мы используем из грамматики Oxford. Это Oxford Practice Grammar Basic Student Book. Вы можете всегда обратиться к этому учебнику и выполнить там еще больше упражнений, чтобы закрепить данную тему. Мария is from Brazil. She is writing about herself and her family. Put full forms of be in the gaps. Gaps – это вот такие пробелы. Мария из Бразилии. Посмотрите, является из Бразилии. Она пишет о себе и ее семье. Нам нужно вставить полные формы глагола to be, то есть am, is, are, в пробелы. Остановите, пожалуйста, our видео сейчас. Попробуйте сделать это упражнение самостоятельно, и затем мы с вами проверим. Итак, ну, а для тех, кто уже сделал это упражнение, давайте смотреть и проверять. I am a student from Brazil. Это у нас пример. My parents are not rich. Parents – это они. They – родители. Значит, ставим множественное число. Are not rich. My father. My father. Папа – это он. He – единственное число. Ставим is. My father is a teacher. My mother. Единственное число. Mother – she. Но отрицание – is not. Или короткая форма – isn't. My mother isn't Brazilian. She is from America. She. Рядом с she всегда стоит is. I am 20 years old. Я являюсь 20-летней. I am. My little brother is two. Мой младший брат является двухлетним. Не обязательно договаривать years old. Мы можем просто сказать to. My older brothers aren't students. Старшие братья не являются студентами. Братья. Множественное число as. Brothers – они. Значит, are. Seven. They are in the army. Они находятся в армии. Вот здесь уже другое значение глагола to be. Находятся. They are in the army. It is often very hot in Brazil. It is. Это обычно является горячим, жарким в Бразилии. Погода в английском языке – полноценное действующее лицо. It. Оно. Оно снежит, оно дождит, оно жаркое и так далее. Вот. Поэтому мы говорим it. It is often very hot in Brazil. Ну что ж, надеюсь, вы выполнили это упражнение без ошибок. Идем дальше. Итак, еще одно упражнение, которое мы сейчас делаем, это упражнение по аудированию с глаголом to be. Нам нужно будет с вами использовать слово старый, old, чтобы понять, кто старый, пожилой или что старое, а что не старое. Обратите ваше внимание на глагол to be – единственное число или множественное, утверждение или отрицание. Вам нужно будет сопоставить предложение, которое вы услышите, с картинками. All right, let's start. 6.4 Affirmative or negative? Listen and choose the correct picture. Write the letter. 1. He isn't old. 2. It's old. 3. 3. They aren't old. 4. She's old. 5. It isn't old. 6. They're old. 7. He's old. 8. She isn't old. Ну что ж, давайте проверим. He isn't old. Он не является пожилым. That is picture B. It's old. Не забывайте, что it – это указание на предмет. Она старая. Она старая. It's an old car, right? They aren't old. Они не являются пожилыми. Они не являются старыми. That is picture F. Children. She is old. Она старая. It's picture A. Она пожилая. Про дому, да, говорим? It isn't old. Она не старая. That is picture E. They are old. Picture D. Они являются пожилыми. Her is old. Он является пожилым. That is picture G. She isn't old. Она не является пожилой. Ну что ж, я надеюсь, что вы не сделали ошибок. Все получилось. Все понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, посмотрите определенные фрагменты видео, попробуйте выполнить упражнения и обратитесь к Oxford Practice Grammar, чтобы сделать еще больше упражнений. Это очень интересно, полезно. И не забывайте проговаривать глагол to be для того, чтобы у вас был отработан глагол to be в устной речи. И вы не делали пули ошибок. Ну что ж, have a good day, thank you for your working, and see you next time.